Слушать писателя из России, который до войны уверовал. Не Кульшин же он был, не Берёзов. Переменил он фамилию, чтобы поехать в Роми. А Кульшин, да? Ну и вот мы приглашали его, и он с успехом выступал. Рассказы свои юмористические, интересные. И в то же самое время и духовное назидание. Так что это было что-то другое, новое, но приглашающее, привлекающее для всех людей. Интересно, что он был воинствующим безбожником вначале, как описывает. Потом он подружил с Есениным. Есенин тоже очень любил деревенскую жизнь. Берёзов очень много знал песен русских. Они вместе пели, как много описывается, что они просто отводили в этом душу. А потом вот случился его в жизни поворот, обратился к Господу. Вот как раз в этом, я думаю, участвовали и Рогозин, и также Водневский. И он был членом этой церкви. Так что это было хорошо и благословенно для нас, для австралийцев и для людей, которые вне русскоязычные. А рассказывал он что-либо из своих личных воспоминаний? Он рассказывал о том, какова была ее жизнь. Он рассказал, что в детстве он уже умирал. Его уже собирались хоронить. Хоронить уже и гроб, кажется, сделали. У него есть рассказ. Поскрёбыш. Да. Многие другие вещи, которые, может быть, сразу так прийти на внимание. Он написал книгу после возвращения из Австралии, называется «Красота». Я не знаю, она есть у вас или нет. Он там описывает поездку в Австралию и все, что было. И он там о мне тоже пишет. Да что вы? Да. Только фамилии не пишут, но если прочитать рассказ и так далее, то он писал разные случаи, которые были в Австралии, как его принимали и так далее. Так что было интересно. Он благословенный был для нас. А когда я смотрю на его портрет, он как будто бы не представляет ничего особенного. Вот посмотришь на Иоанна Марк, сидит солидный, такой красивый человек. Хотя, говорят, Иоанн Марк был очень маленького роста. Да. Но была сила, духа. Да. А на Родиона Берётова смотришь, ну, такое простое русское лицо. Да, да. Но говорят, когда он начинал говорить, всё менялось, люди были просто захвачены его даром. Он был настоящий специалист по речи с выражением, интонациями. Он импровизировал многих личностей, он мог их тоном говорить и так далее. Это был юмор, интерес, очень было хорошо. Как он сочетал это с христианством и духовными, так сказать, наставлениями? Он мог сочетать это очень хорошо. Так что никто не мог сказать и верующих, чтобы он что-то и так сказал. Он был очень деликатный, культурный, чуткий человек. Понятно. Ну, и Николай Алексеевич Водневский. Александрович. Ой, Александрович, да, извиняюсь. Мы его два раза приглашали в Австралию, два раза, один раз. Я годы теперь не помню, так как надо проследить. Но мы его пригласили, зная, что он писатель и это, издаёт газету. Даже до издания газеты, кажется, он был у нас, потому что журнал они издавали вместе, втроём. Название, я не помню, какое название этого журнала они издавали. Только Божья Нива или что-то? Нет. Издавали они журнал втроём, и мы получали. Так что мы его пригласили на съезд, потом он служил. Конечно, он долго не мог оставаться, потому что у него была семья, и он работал ещё. Ну, он тоже, конечно, стихи читал и проповедовал. И будучи поэтом, будучи даровитым, будучи способным и благословенным, он принёс тоже много благословений для нас. После, какое-то время спустя, мы его снова пригласили, и он ещё раз был у нас. И служил. Я помню, тема съезда тогда мы избрали, это из первого послания, кажется, Тимофею или второго, там, прочитая этот стих, я помню, значит, тема съезда была, и он проповедовал на эту тему. Первая Тимофея, первая глава, первый стих. «Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей». «Христос, надежда наша». Это была тема съезда, и он проповедовал на эту тему. Начал проповедь на съезде этой, потом продолжил. Да, я поражаюсь просто, что Бог дал вам такую возможность с этими гигантами веры встретиться. Был у нас также Платон Семёнович Харчла, два раза был, тоже служил на съездах, тоже было интересно, благословенно, он же тоже писал, проповедовал другое. Так что это было, были также у нас в Австралии, из Германии братья, вот вы знаете Виктора Гамм, да? Ну да, конечно. Это его отец Григорий Абрамович Гамм был на съезде, и он тоже по-русски говорит, но с немецким акцентом. Удивительно, что он родился в России, вырос, а по-русски он говорил с акцентом, с немецким акцентом. Но он проповедовал тоже благословенно, и многие обратились к Господу через его. Он посетил все церкви, и он два раза был в Австралии тоже. Ну, кто еще был, может быть, придется вспомнить, но были. А брат Непраш тоже был у вас? Брат Непраш, к сожалению, не получилось, не было. Не встречались вы? Нет, я не встречался. Кмета, я был на съезде в Ашфорде, то я с ним еще встретился. Кмета тоже каким-то образом немножко работал с нашим союзом, с нашими церквами, ну, немного совсем. Но вот эти вот братья, это, конечно, стояли, так сказать, очень известные братья и работали с нашим объединением буквально с момента его образования. Вы знаете, хочу немножко теперь другой вопрос задать. Я уже немножко сказала, что все эти вот имена сегодня знакомы больше людям пожилого возраста и старшего возраста. Даже люди среднего возраста не знают и, надо признаться, не интересуются этими именами. Но уже, а что говорить о молодежи вообще? Молодежь вообще не знает этих имен. Да, к сожалению. И как вы думаете, как бы можно было привлечь, во-первых, почему мы должны помнить историю? Второе, как можно было привлечь внимание молодежи в жизни этих святых людей, в полном смысле святых людей, прошедших через такие тяжелейшие испытания, оставшиеся верны Господу? Как можно было привлечь? Я смотрю, сегодня очень наша молодежь русские, есть довольно-таки много людей, которые учатся в американских семинариях, изучая жизнь гораздо менее известных людей здесь. А вот таких гигантов веры, своей собственной диаспоры, никто не знает. Вопрос, конечно, интересный, как это сделать. Интересно то, я заметил, что если история бывает только что недавно кончащая, то она не так интересует. А когда она двигается чуть подальше, и тогда начинает, а как там было? Может быть, отчасти это еще придет. Ну, с другой стороны, в настоящее время те, которые, может быть, руководят или знают, могут, способности, может быть, можно сделать такие фильмы, DVD, и, может быть, на годовщинах важных, допустим, это какой год у вас, 78-й съезд, может быть, на 80-й съезд приготовить такие фильмы или ролики и развивать по церквям, чтобы они у себя посмотрели. И вот наша история с того-то началась. Может быть, надо сделать их на русском, но также и на английском языке. И сказать, что у нас есть чем поделиться, и как Бог благословил и благословлял их этих людей. Они были мужами веры, как в послании евреям 11 главе, и нам надо вспоминать их труд и благодарить Бога, и сказать, подражая в вере их. И подражание – это, исследуя их жизнь, и что являлось благословением, и как Бог употреблял, это значит, Бог употреблял для них, потому что они жили таким образом жизни, который был угоден Богу. И можем мы тоже сказать, вот мы должны проверить нашу жизнь, что есть модернность, что есть ситуация. Может быть, это всё в порядке, это так, окей, и так далее. Но мы не замечаем, что, может быть, это не будет то, что Господь одобрит. И если смотря на их жизнь, веру, сказать, вот, если мы будем так жить и поступать, то и мы будем верить, что Господь нас благословит и использует. Да, сейчас только что закончилось, ну, почти историческое событие, 78-й съезд. Почему исторический? Я думаю, что была тема очень интересная. Пришествие Господне приближается, и очень многие говорили, что мы в преддверии, в преддверии действительно исторического события – пришествия Господа Иисуса Христа. Я просто поражалась тем мыслям, которые там говорилось. Вроде бы и ничего нового, но, с другой стороны, оно было преподано так, что оно тебя просто всколхнуло. Я хотела бы задать вам вопрос тоже, что вы думаете по поводу этой темы, и ваше впечатление о съезде, и что вы думаете по этой теме. Есть у вас чем поделиться по этому вопросу? Для меня это была интересная тема, нужная тема. Вот совсем недавно, совсем недавно я купил одну книгу, это книгу «Объяснение» книги пророка Даниила. На английском языке, конечно, я свободно читаю, и я старался вникнуть и сравнивая о том, что как происходит. Да, это было, так сказать, видим, какой образ жизни, что к чему правители и государства идут, склоняются и так далее, международные. И сказать, что время приближается, время близко, и также какое состояние церкви или церквей в наше время и так далее, это, конечно, есть беспокойство. Но, и с другой стороны, то, что я услышал, как брат Игорь Бандура говорил о том, что то, что будет, и гонение, и страдание, и так далее, но в то же самое время из этого мы можем взять то, что кого же гнать, если их нет, если они будут, поэтому будут их гнать, они будут благоуясь, поэтому они будут страдать. Если бы она, церковь, аннулировалась, не было, то некого им гнать. Поэтому, как сказать, есть и в этом есть подкрепление, что сила Божия, благодать Божия, она будет еще действовать, хотя бы в этих трудных условиях. Ну, аналогично можно сказать, что во времена Советского Союза гнали верующих, и несмотря на то, что гнали, верующие были, люди обращались, каялись, верующие страдали, но и были тверды. И в этом есть для меня подкрепление и утешение. То, что происходит. Я лично не специалист по данным ситуациям. Моя, как сказать, направление было, это сравнительное благословие разных течений, учений, культов и так далее. И это тоже, как сказать, серьезная ситуация. Но я утешаюсь тем, как написано в Слове Божьем, вот Псалом 90, как сказать, 8-й, 92-й. Господь царствует. Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда не подвигнется. И мы, когда говорим молитву Отчина, что там написано «Допреди царство Твое», это начало, а в конце сказано «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки, аминь». То есть оно есть царство, оно Божье, Бог-царь, Он не отказался от Своего, Его никто не может сверить. И будет не так, как хочет дьявол этот мир, а будет так, как Бог наметил, «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки». Вот это вот то, что разбил камень этого истукана, это совершится и будет Царство Божие наполнить всё. Так что мы стоим на этом утверждении. Замечательная концовка нашей беседы. Да. Спасибо Вам огромное за вот это время, что Вы нам посвятили, за Ваши ответы на вопросы. И ещё хотел дать минутку пожелания нам, живущим здесь, славянам. Что бы Вы пожелали нам на память, оставили? То, что я заметил благословением для себя. И я думаю, что это будет благословением для всех в индивидуальном и в общем смысле. Всегда есть борьба, и когда я был и служителем, и много занятым, всегда есть борьба относительно времени для общения с Богом. Всё старается помешать. И то надо делать, и другое, и работать, и туда ехать, и так далее. И для служителей, и для простых людей. И я себе сделал решение, чтобы бороться за время, проводить время с Богом. Чтобы углубляться, внимательно читая Слово Божие, а потом молиться. И я нашёл для себя, что когда я это делаю, моя душа освежается. И когда я выхожу сказать Слово или с кем-то побеседовать, я чувствую, что есть движение Господа в моём сердце и благословение. Я бы хотел просить и пожелать, чтобы все верующие могли бороться за время общения с Господом. Могли внимательно, углублённо, концентрировать, читать. Не только можно прочитать Слово Божие, лишь бы прочитать. Я христианин, я должен это сделать. Нет, внимательно, углублённо прочитать, поразмышлять, и потом хорошо помолиться Господу. Я беру для себя лозунг, как молиться. Знаете, вот раньше я молился, начиная, вот, Господи, то дай, то дай. Потом я подумал, это неправильный подход. Нужен молиться так, как учит Господь в молитве отчинать. Отчинаш. Значит, что Он ставит первое, о чём надо просить? Значит, Отче насущий на небесах, и потом Он говорит, да светится имя Твоё, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя. Надо молиться о том, чтобы имя Божие светилось в моей жизни, в жизни моей церкви, в жизни моей. Надо просить Господа, чтобы Он был чтим, прославляем, чтобы моя жизнь была такова, чтобы, когда меня смотрят, они могли почтить Господа. Потом придет Царство Твое. Это Царство Божие, которое придёт, но оно также распространяется среди людей, которые не знают Господа. Царство Божие в сердцах их. Значит, молюсь я относительно тех, которые занимаются печатанием, переводами Слова Божия, разве миссии, которые благовествуют, которые свидетельствуют, и также воля Божия да будет, это пусть будет воля Божия во мне, я должен починить себя. Ну, а потом идут уже нужные мои, нужные наши. Хлеб наш насущный дай нам, прости нам, и не веди нас в искушение, избавь нас, это нам. А первое, надо молиться о том, чтобы было Божье. И когда я поставил такой порядок, то тогда у меня есть в душе благословение. — Замечательное пожелание, спасибо большое, что поделились им. Оно действительно очень важно. Я во время съезда заметила, да и не только во время съезда, когда заботы, даже служение тебя так одолевает, что ты фактически, если ты утром почитал немножко, а потом почитал вечером, ты встаёшь на молитву, и у тебя уже буквально ты настолько устал, что только Господи помилуй, хватает только на это. Настоящего общения как такового не происходит, потому что ты просто физически устал, ты уже не способен ни к чему. Спасибо за это пожелание и хорошее очень напоминание. — Хотя я говорю так, что когда я бывал усталый, я всё равно себе настаивал. Хоть поздно пришёл в голове трещит, но всё равно прочитаю. И я потом замечать стал, что я, да, помню то, что я прочитал. Так что, хотя так, но надо делать. — Надо делать, это правильно. — Хочу напомнить, что в нашей студии был Николай Васильевич Порублёв, бывший президент Союза славянских церквей евангельских христиан-баптистов Австралии. Мы очень вам благодарны за ваше время, которое вы нам посвятили. Желаем вам обильных благословений. Я знаю, что вы сейчас едете по грустной причине в Канаду, чтобы попрощаться с телом вашего брата. Мы желаем благословения вам в пути. Желаем, что Бог благословил всё это проводить вашего брата в последний путь. Ну и потом благополучно, чтобы Господь благословил вас вернуться в Австралию. Благослови вас Господь. Ну и я хочу напомнить снова, что у нас в объединении, в Тихоокеанском объединении, имеется очень информативный веб-сайт. Там вы можете найти многие интересные материалы, в том числе в разделе «О нас» и «История нашего объединения». Вы можете найти истории людей, известных людей, известных в христианстве людей, которые оставили большой след не только в жизни нашего объединения, но в жизни вообще всего славянского христианства. Вы можете почитать там их биографии, посмотреть свидетельства. Там даже есть ссылки на некоторые произведения этих верных детей божьих. Зайдите туда, посмотрите. Наш адрес – это pcsba.com или org. Адрес очень простой. Зайдите, посмотрите. Это вас обогатит и поддержит во многом. Особенно, когда читаешь истории этих людей, через что они прошли и остались все-таки верными Господу. Жизнь твоя собственная становится гораздо легче. Ты понимаешь, в перспективе истории, в перспективе жизни этих людей, что те проблемы, которые мы сегодня имеем, они ничто. На них зацикливаться просто не стоит. Мы не знаем, что нас ждет в будущем. Может быть, тоже такие же испытания, через которые прошли эти люди. Но на сегодняшний день мы можем гораздо спокойнее смотреть на те испытания, что мы переживаем, и уделять гораздо больше времени и служению ближним своим, ближним и дальним своим, и особенно распространению Евангелия по всему миру. Благословения вам. Спасибо. Господь, дай ветер мне попутный, чтоб легче шла мама.